Девушки отдыхают 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 делать дальше вот поэтому я приступил включил режим поиска энтузиастов написал на форумах что вот разработан нужно нужны энергичные люди в команду которые все сделают и в принципе люди откликнулись откликнулись люди большинство из них конечно же пропали в течение ближайших дней там неделю кто там с первого задания очень рассосались но я нашел одного человека программиста упорного который взялся за дело и он стал со мной этот проект тащить вот но задача оказалась не такой простой как мы думали и не за 2 не за две недели не за месяц игру нам сделать не удалось нормальную и вообще мы поняли что та версия которая была на генджиме она не заходит для массовой аудитории когда мы показывали игру людям которые не в курсе что в беларуси был кризис они просто не понимали о чем игра зачем тут какие-то банки какие-то деньги надо менять все думали что это игра про грабители банков и мы решили ну раз и люди хотят грабители банков пусть это будет игра про грабителей банков и сделали небольшой ребрендинг стоит of energy весь город сошел с ума на улицах полный хаус хватает пистолет и постарайся прожить последние дни свои как можно ярко и нахапать как можно больше денег в этой игре можно покататься на машине по городу с ветерком и даже вдоволь пострелять банки однако все-таки разработка затянулась несколько дольше чем мы планировали мы уже на ней работали полгода и все никак не могли довести ее до ума и перерывали чинили ломали что-то пробовали и в конце концов программист сломался махнул на все рукой и ушел ушел когда игра была готова процентов может быть на 95 и вот оставалось там еще пофиксить несколько критических багов и в принципе она была бы готова но так случилось что команда разошлась очень близко к финалу и опять таки остался с билдом который почти готов но была еще одна загвоздка в том что пока мы работали я все думал о том как вот надо как сделать игру хороший какие фичи там чтобы поменьше багов был а вот о том как мы будем ее продавать я не думал совсем и что мы будем делать с ней дальше вообще думал что сначала сделаем игру клевую и тогда уж мы как выйдем как покажем ее и сразу набегут желающие выпустить ее что-нибудь сделать но так не произошло у меня остался этот билд и я тоже приуныл приуныл и подумал что наверное эта история все-таки конец прошлое получили удовольствие получили какой-то опыт но ничего не получилось и прошло полгода и внезапно на форуме как-то я увидел объявление что какой-то незнакомый подозрительный человек искал игр на unity такие простенькие игры и покупал их очень дешево я подумал чего бы мне не продать ему свою игру она мне лежит на жестком диске пущай забирает и отдал ему эту игру за мизерные деньги там мизерный процент вот оказалось что это был как бы паблишер и он даже собирался запустить эту игру на стиме для меня это был просто наша игра на стиме фантастика просто вообще невероятное достижение вот и наш паблишер игру таки на стиме выпустил выпустил и посыпались продажи обзоры каждый день там новые какие-то публикации что ютюберы начали в нее играть и успех пришел игра оказалась классная люди довольны смешная веселая простая дешевая прям шедевр только на нашу долю перепадают жалкие копейки мы же отдали практически бесплатно и мы как бы немножко тут просчитались не ожидали сами такого результата вот но тем не менее окрылились что мы все-таки моем как минимум сделать интересную игру прикольную и решили что это дело нельзя так оставить и надо продолжать но прежде чем мы будем продолжать я сделаю небольшое лирическое отступление и поделюсь некоторыми опытом по управлению команды энтузиастов потому что делали мы без денег чисто силой воли и нашей жизненной энергии ну так вот классическая команда энтузиастов выглядит примерно так люди собираются разные энергичные и начинается что каждый считает что вот надо именно так и никак иначе и вам надо как-то иметь с этим дело вам надо всю эту энергию трансформировать преобразовать и направить его в нужное русло в первую очередь приходит на ум корпоративный метод управления который выглядит примерно так работайте люди успех не за горами все получится но к сожалению с энтузиастами это не работает ведут они себя примерно так же как на картинке в таком случае поэтому я не кое-какие секретики я расскажу из личного опыта как все-таки нам удалось людей организовать и дотолкать игру до релиза поэтому на этой схеме мы ставим жирный красный крест вот так вот принцип 1 управление энтузиастами на практике руководитель служит примером для всех остальных будьте готовы к тому что вы должны работать лучше всех дольше всех и должны показывать самые высокие результаты и они обязательно должны быть вины всем даже если вы там пашете день и ночь но делаете это в одиночку и никому об этом не рассказывайте то со стороны выглядит как будто вы ничего не делаете так что готовьтесь пахать изо всех сил и демонстрировать это качестве примера всем участникам чтобы они пахали примерно так же принцип 2 руководитель курирует все сферы разработки даже если вы не умеете рисовать никогда не занимались программированием если вам медведь наступил на ухо и вы ничего не понимаете в музыке готовьтесь к тому что вам придется все это свой я не умел рисовать ну только в тетрадке рисовал это до кризиса ну с музыкой нормально было этом бренкел в переходе на гитаре но программировать тоже не умел но пришлось как бы все освоить частично графику кризиса пришлось делать мне самому озвучка вся моя музыку но с музыкой попроще было нашли толкового человека который все сделал вот но тем не менее художнику нужно будет объяснять как рисовать что рисовать как исправлять какие-то там косяки люди как бы приходят непрофессионалы команду энтузиастов они учатся в процессе им нужно помогать это делать программисту нужно помогать тестированием у фичей для него нужно ставить четкие понятные задачи обсуждать с ним как лучше делать ту или иную фичу мы вообще следить чтобы он не оказался предоставленным самим себе тогда то что он сделает может быть очень далеко от того что вы хотели вот вообще любая проблема который столкнется любой участник вашей команды вы должны будете ее решать если этого не сделаете вы этого не сделает никто будьте к этому готовы следующий принцип стратегия вместо плана любой план подразумевает что у него есть сроки а все опытные и даже неопытные разработчики игры знают что любой срок будет сорван просрочен как бы все не старались все равно где-то команда пролетит но поскольку команда работает на энтузиазме и каждый человек вкладывает в игру столько времени сколько у него есть сейчас или сколько он считает нужным то вы будете пролетать в любых сроках потому что вы реально не знаете сколько времени люди будут тратить для вашего проекта это время будет постоянно меняться и под стратегией я имею ввиду следующее вам нужно представить что будет происходить с вашим проектом на протяжении некоторого периода времени чем это все закончится и какие возможны различные сценарии позитивные негативные и на каждый сценарий вы должны иметь какой-то вариант действий когда любой человек спросит а вот а что если вот так вот вы должны сказать ну тогда мы так так и так а вот если так ну тогда вот здесь вот так и так ну при применительно кризису например стратегия должна быть такое что вот мы делаем прототип мы хотим сейчас вот зафиксить критические баги и провести фокус тест на аудитории чтобы посмотреть вообще насколько игра заходит и если результаты хорошие то мы тогда ищем паблишера чтобы он ее там продвинул на какую-нибудь платформу если если фидбэк плохой то мы его анализируем и дорабатываем если мы паблишера находим тогда там ну это позитивный сценарий если мы не находим тогда тоже мы что-то должны сделать в этом случае вот эта стратегия у нас ее не было именно поэтому у нас история закончилась не очень весело что команда развалилась как раз слава богу что мы смогли это преодолеть и все-таки дотолкать проект проект до релиза повезло вот следующий принцип чтобы команда не развалилась нужно давать ей краткосрочные и достижимые цели какие-то видимые молдстоуны которые можно достичь там неделю две ну три недели но максимум за месяц это должна быть цель который идет команда и через месяц ну или там через полтора допустим все видят что она мы к этому стремились сейчас мы это сделали теперь у нас есть наша следующая цель и мы движемся дальше если вы этого не делаете то тогда возникает такое ощущение что все работают 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 как муха в молоке или чем там она барахталась и что-то ничего не происходит он барахтать барахтать и ничего не происходит и все же начать задумываться что мы тут делаем может это вообще забить на эту фигню время тратим как бы никаких результатов нет вот цели вам здесь помогут вижу цель не вижу препятствий достигаю цель выбираю следующую каждый пройденный мальстоун будет бустить мораль вашей команде добавлять мотивации и люди будут понимать что они приближаются к финалу это очень важно и последний принцип максимальная гибкость в общении вы будете общаться с разными людьми с разными характерами с разным уровнем скилла и вы должны быть готовы к тому что эти люди будут регулярно выносить вам мозг напрочь и с этим ничего нельзя поделать нельзя человеку который с вами работает за бесплатно сказать все надоел просто больше с тобой разговаривать не хочу все не будем дальше нельзя приходится общаться со всеми разбирать все вопросы обсуждать убеждать разговаривать объяснять учить учиться самому общаться участники команды которую работают без денег они считают считают что в общем они имеют свое законное право в этот проект вкладывать свои идеи раз они вкладывают свою энергию то они могут и вкладывать и свои идеи и вы как руководитель должны это учитывать даже если вам не нравится как очень не нравится какая-то пича вот которую настойчиво предлагает какой-то человек надо с ним работать пича может быть она даже не подходит для игры но если как следует ее поварить по брейншторме то может быть можно придумать как ее можно видоизменить доработать там подпилить и все-таки вставить в проект и это нужно делать для того чтобы люди чувствовали свой вклад проект и что они не просто тратят на него время но они что-то привносят свое в этом как раз сложность одна из задач по геймдизайну что хочется сделать все по-своему по уму но вот за время работы стоит фанат и я научился слушать свою команду и это очень нам помогло многие из тех идей которые приносили участники они позволили нам игру довести до очень хорошего состояния они хорошо зашли и я сам постфактум понял что они в общем-то были правы что они это предлагали вот так что игра от этого выиграла единственное что слайд он не совсем точно отображает вот это состояние максимальная гибкостью более точная картина выглядит вот так вам нужно будет сохранять вот такое же спокойствие невозмутимость вообще не находясь совершенно привык противоестественно для вас позах готов и над всем этим витает еще один принцип о том что часы тикают часы тикают у всего проекта в целом и у каждого участника команды как только эти числа закончится человек если вы не до достигли какого-то майлстоуна или если вы не открутили их назад человек уйдет и проект загнется это тоже надо всегда держать в голове что как бы не шли дела проект не может продолжаться бесконечно и нужно искать способы как его толкать к релизу и как это показывать всем участникам команды что игра идет нужно направлении и конец все ближе ближе и ближе становится ну на этом лирическая часть заканчивается и я возвращаюсь к своему бодрому повествованию простой тупомерки и так мы решили что раз мы такие молодцы сделали игру которая всем понравилась но нихрена не заработали то теперь мы точно сделаем все как надо мы сделаем ту же самую игру сделаем ее лучше больше разнообразнее добавим в нее пушек врагов локаций и всяких ништяков и она будет еще круче чем раньше так появился на свет стоит of energy master of making это не вторая часть скорее этой ремейк потому что он содержит весь контент от предыдущей части ну мы не могли себе позволить делать игру нуля взяли то что есть и стали это улучшать сначала хотели делать это как dls но поняли что лучше это сделать отдельной игрой вот в этой игре можно побегать не только в городе но и на другой планете пострелять пришельцев и даже полетать в космосе однако разработка как и в прошлый раз оказалась несколько дольше чем мы планировали она затянулась к сожалению я не смог еще реализовать на практике те принципы о которых я вам говорил у нас не было целей стратегия была такая что вот как бы мы делаем выпускаем на стиме и в итоге мы добежали до релиза и выпустили игру на стиме но внезапно нас ждал фейл релизнулись и тишина не продаж не ревьюеров не ютюберов как на кладбище просто игра лежит никому не нужна никто про ничего не пишет и как-то глухо это меня прям подкосило я даже не знал что думать как-то вроде бы была успешная игра сделали ее лучше выпустили результат ровно противоположные ожиданиями как-то так вот работаешь 10 лет работы же бабах и косяк вот я приуныл и у грустил тоже несколько месяцев не понимал как же все таки так все случилось но в итоге собрался и стал разбираться все таки ну как минимум надо было понять где мы допустили ошибку что мы сделали не так почему вот в тот раз было так хорошо в этот раз так плохо вот и кое-чего накопал накопал первая причина заключалась в том что технически игра получилась более сырая чем первая вариация мы подошли к финалу очень истощенными очень все устали и программисты я я уже там с трудом это все тестировал у игры были проблемы с багами она тормозила на было не оптимизировано были косяки с балансом который просто вот я уже не было сил чтобы заново это все прогонять еще раз все перепроверять в общем как-то там выставил как было и к сожалению это сказалось на качестве игры но вторая причина оказалась еще страшнее потому что она от нас не зависело вот за год который прошел с момента релиза первой части в стиме поменялись правила и мы об этом не знали совершенно но потом когда я заглянул статистику я это увидел и прямо это прозрение наступило когда мы выпустили первую игру в шестнадцатом году первый день нам стим дал 60 тысяч посетителей просто вот так вот забираете и у нас сразу все поперло и продажи и рейтинг там и всем игра нравится ну и дальше как этот снежный комочек который нарастает нарастает и увеличивается размер вот с релизом мастеров мы хим 3000 посетителей и все и потом игра на дно ложится и там 50 человек в день заходит там одна покупка и так далее правило площадки поменялись для маленьких индии в общем закрутили гаечки больше бесплатного трафика такого не наливают надо как-то рекламировать самим а наш издатель он оказался в общем то даже не издателя просто это человек который протаскивал игры через генн лайф и все он и выпустил и она лежит ну раньше steam давал трафика теперь не дает вот поняв это мы стали работать над ошибками мы не сдались первым делом выпустили патчи зафиксили баги исправили тормозню ну игра стала играться так как какой она должна была быть к моменту релиза дальше я понял что издатель наш нифига ничего не делает и надо все делать самому началось изучать тему начал изучать админку стима нашел там steam кураторы визибилити раунд начал писать ютюбером что-то даже пошло какое-то движение небольшое кто-то стал что-то про игру писать и третий самый важный пункт мы начали выпускать бесплатные длс проанализировали фидбэк от игроков поняли что им не нравится что все таки игра достаточно однообразная и стали добавлять разнообразие поменяли механику оружия добавили там кучи всяких разных пушек навороченных и смешных добавили новых боссов и достигли положительного результата тональность review поменялось смешанных в начале это очень плохо для стима до вери позитив у нас сильно вырос рейтинг про нашу игру стали писать что вот это вот игра на свою сумму как бы она отполированная она прикольная да это как бы не был ник блокбастер но позволяет расслабиться и отдохнуть от серьезных игр в общем тот сегмент который такое нам и хотелось бы услышать о нашей игре и как это все отразилось на посещениях собственно вот график посещения за всю историю вот наши 3 500 на старте потом падение на дно там небольшие всплески посетители по распродажам вот там вот 1 января мы выпустили первый длс наш контентный который дал некоторую вспышку вон там мы выпустили big boss update потом игра опять возвращается на свои места но уже график выше однако в начале цифры вот эти ежедневные минимальные там 60 сейчас они там 150 200 это кошкины слезы просто это с этим жить нельзя это ничтожно все что мы сделали для снима она дал ну какой-то эффект дало но минимальные но с этим жить нельзя и зарабатывать на этом нечего однако в этот раз у нас все-таки была стратегия у меня была задача что довести игру до такого состояния когда она начнет нравится игрокам и она будет отполированы и будем уверен мы будем уверены что это качественный продукт и тогда можно будет пойти на консоли это огромный рынок не освоенный в общем то последняя надежда для нас и мы нашли издателя для маленьких игр есть издатели тоже которые готовы брать небольшие проекты издатель сделал нам все портированием им просто отдали билд на unity он все сделал и игра вышла на playstation и на xbox и на nintendo switch и тут произошло совсем недавно 1 августа и за первый месяц продаж на августе мы заработали денег больше чем за весь период вообще вместе взятые за все предыдущие два года когда мы продавали на стиме поэтому наконец-то к нам пришел успех конечно это не какие-то там огромные деньги компанию на это сделать нельзя но мне позволил этот проект уйти со основных работ и целиком сосредоточиться на разработке следующей своей игры вот это я это мои контакты ну и напоследок я вам покажу что мы делаем сейчас пожалуйста покажите нам на большом экране ну вот сейчас мы занимаемся этой игрой делаем прототип ищем инвестиции и получаем удовольствие от процесса у меня все спасибо задавайте ваши вопросы поприветствуем разработчика оригинального кризиса с гейм джема спас рынке ведь вопрос понятен повторить вопрос стас спросил как относиться к некомпетентным сотрудникам что с ними делать к сожалению когда ты работаешь с энтузиастами не ты выбираешь людей а люди выбирают тебя ты бросаешь клич тебе откликаются какие-то люди и ты должен работать с тем что есть кто пришел тех и брать главное это результат мне пришлось работать со сложными людьми в этом проекте пришлось использовать очень много компромиссов очень много времени тратить на неконструктивное общение немножко работать в качестве терапевта но поскольку человек все-таки свою работу делал делал не очень хорошо не очень быстро но процесс шел вперед у меня как бы не было возможности его заменить и я работал с ним максимально вот докуда он был готов работать кстати говоря он все-таки спрыгнул с проекта и сделал этот самый последний момент но это опять таки его решение все-таки он сам ушел рано или поздно и это создало некоторые трудности но я их уже смог решить на том этапе нашел вместо него других людей вот в том числе стаса привлёк вот с ним как раз мы начинали из и с ним мы добежали до финиша ну вот поэтому так приходится работать со всеми людьми главное это результат пожалуйста да вопрос понятен когда мы работали с кризисом еще вопрос так не стоял то есть мы звали людей что вот мы разработчики делаем игру мы как-нибудь там хотим ее доделать и как-нибудь заработать но это мы будем заниматься потом это неправильно так делать нельзя нужно чтобы была стратегия нужно чтобы было понимать все-таки где игра будет продаваться и как она будет зарабатывать и сейчас я действую по-другому опять-таки недавно бросал ключ клич откликнулись люди им я рассказывал кто мы что мы что мы сделали к чему мы стремимся и что игра там будет условно там готова через два года в среднем там через полтора игра интересная у нее есть потенциал превратиться в хит и я если человек приходит без опыта то им я просто говорю давайте попробуем работать с вами и посмотрим в процессе я уже знаю что большинство энтузиастов отваливаются в первые там несколько от нескольких дней до нескольких недель и сразу с каждым там договариваться что вот ты получишь столько ты столько ты столько это надо еще значит всеми обязанности тоже раздать от еще не знаешь будет ли человек работать или нет мы говорим давайте пробовать мы посмотрим как все идет насколько вы как бы втянетесь в процесс и когда вы сможете пройдете как бы период адаптации и начнете реально делать вот полезные фичи свою часть работы то вот от объема это работа которая войдет при лист тогда будет зависеть процент но опять-таки это все равно в некоторой перспективе то есть для того чтобы можно было обсуждать доля нужно сперва убедиться что человек во первых реально приносит пользу в проекте во вторых он готов бежать до конца долю нельзя раздавать людям которые там поработал там месяц потом решил что типа ну ладно я поработал уже доля моей есть все пойду погуляв подожду пока не там без меня закончится так это не работает ништяки получают те кто добежала до конца вот в случае состоит и панельки получился минута чем до конца добежали не те люди которые начинали ну так сложилось пожалуйста следующий вопрос сколько команда работала точно за каждого человека сказать не могу программист работал у него было много свободного времени он работал много по крайней мере я работал в свободное после работы время и это было не очень эффективно из-за этого постоянно растягивались сроки и это создавало много проблем потому что вроде думаешь там за три месяца сделаем и через полгода чё-то понимаешь что еще конь не валялся вообще и я попробовал по-другому я попробовал работать как вол просто после работы пришел сел за компьютер и работаешь после работы работаешь по выходным ушел в отпуск не там на юга две недели сидишь не вставая за компьютером очень сильно устал понял что основная работа мешает и не дает сосредоточиться вот в таком режиме прогресс пошел намного быстрее это вот как раз когда мы начали делать длс я начал еще заниматься продвижением просто огромные объемы но я понимал что за неделю я узнал то что я до этого не знал там вообще просто а вот теперь у меня уже есть какое-то представление об этом сразу пошел быстро прогресс но к сожалению это очень тяжело в том числе физически начала болеть спина на стало больно на кресло садиться я что-то почувствовал что я вообще там стартеров стартера превращать не в стартапера стартера как раз вот пришлось срочно это пойти в бассейн там это заняться собой еще и конечно же вот в этом режиме овердрайва долго работать нельзя я вот три месяца поработал не пожелаю никому поэтому пришлось уволиться все таки с работы чтобы я мог работать нормально над своими проектами и вкладывать них достаточно времени чтобы двигать их вперед пожалуйста вопрос про паблишера случае с кризисом паблишер у нас был сразу просто оказалось что он в общем то а дает да это уже другой паблишер ну в общем первый паблишер на стиме он вообще не был не паблишер в общем ничего не делал он уже загнулся поэтому чё про него вспоминать паблишер на консолях он сделал портирование и он по своим каналам там дал небольшую рекламу мы в принципе не собирались проводить какую-то масштабную рекламную кампанию это дорого и ну это это надо уметь делать мы не достигли еще так и такой прокачки случае с капиталом мы собираемся делать по-другому ну в общем-то классический путь инди игры сейчас мы делаем прототип с прототипом мы будем пичить игру издателям для того чтобы подписаться на финансирование будем приходить вот вот наша игра вот ее ключевые фичи вот столько она будет разрабатываться у нас планируется вот такие фичи такая команда по них нужна и вот такой бюджет и дальше как бы обсуждать эти цифры для того чтобы заключить сделку другого варианта для игры я не вижу можно сделать маленькую аркадку самим там ну за год может быть если планируете полгода растянулась на год ну нормально но капитал это как бы игра серьезная проблема маленьких игр в том что выстрелит она не выстрелит трудно предсказать пока в общем ты делаешь следующую маленькую игру старая игра потихоньку умирает и перестает приносить доход ты выпускаешь следующую маленькую она опять тебя дает какой-то доход на который ты живешь и этот процесс может продолжаться бесконечно поэтому в этот раз мы хотим сделать все-таки игру нормальную в которую мы верим что из нее получится сделать хит поэтому я думаю что мы сможем заинтересовать паближера наша текущая задача сделать прототип срок там от трех до шести месяцев это наша стратегия пожалуйста следующий вопрос ну да вопрос про доходы как я докатился до такой жизни что ушел с работы тут совпало несколько факторов я работал в по удаленке в иностранной компании и там в общем мне довольно сильно начали выносить мозг все бы хорошо как можно было бы работать но что-то очень сильно сильно стало все напряженно и настолько сильно я устал что решил что лучше пойти на риск сосредоточиться на капитале потому что вот свое время которое я вложу в этот проект но в стратегической перспективе она нам больше даст дивидендов чем вот продолжать как бы сидеть на двух стульях там и не там и несям и не капитал как бы и там сработать все равно никаких перспектив нету я рискнул продажи у нас начались 1 августа и мы вот прям на днях должны получить там первый еще небольшой платеж вот пришлось немножко под занять денег никакого запаса нет ну вот приходится выживать затянуть пояса и верить в лучшее но по крайней мере вот первый месяц получился немножко выше ожиданий скажем так поэтому мы смотрим в будущее с оптимизмом опять-таки мы не собираемся всю игру вот следующую делать полностью на энтузиазме мы собираемся сделать прототип и заключить сделку то есть мы рассчитываем на финансирование ну и еще может быть на инвестиции тоже работаем и эту ветку тоже прокачиваем какими проблемами столкнулись при разработке игры но в принципе проблем было дофига мне пришлось а ну по полочкам по пунктам можно вот стиль игры сейчас я отмотаю назад чтобы да давайте запустим чтобы картинка была перед глазами ну вот стиль игры вроде бы все очень просто нарисовано ничего особенного стали искать художника не можем найти человека который может нарисовать в таком стиле мы вот говорим нам надо вот так человек рисует красивого монстра там он весь аккуратный такой ну прикольные мы говорим не для нам не надо так нам надо чтобы не были все-таки кривые как будто тетрадки как бы ручка нарисованы зачем это же некрасиво давайте все вам всю графику сейчас сделаю вот она будет вот вот такая очередь бог мы таки блин атмосфера какая-то вот здесь есть что-то такое я верил вот именно в этот стиль и я хотела его сохранить и мне кажется что ставка была оправдана люди пишут как раз что я вот в тетрадке в детстве вот рисовал именно так и озвучка прикольная прям как будто вспомнил молодость типа пришлось в итоге мне самому взяться за photoshop и начать самому рисовать вот многое враги здесь нарисованы мной пушки все-таки рисовал художник я могу я научился перерисовывать взять спрайт там немножко там стереть ему лицо нарисовать по-другому рисовать так и не научился но стилистику попал по крайней мере озвучку опять-таки сделал всю сам это тоже надо было что-то с ней делать взял на себя эту штуку с программированием программисту нужно было помогать опять-таки это была одна из проблем что вот 6 итераций машин вот казалось бы машины просто надо чтобы едить вперед назад нажимаешь право на поворачивает влево вправо 6 итераций вот так попробовали так полный ужас вообще не годится неудобно как-то худо-бедно вот одну итерацию нашли и потом ее долго долго дорабатывали неожиданно сложно было ну и много всяких непредсказуемых багов которые ломали голову был очень странный баг у монстр подключается искусственный интеллект они просто бегал бегал остановился замер ничего очень рыли рыли все должно работать оказалось что поиск пути был завязан на частоту кадров не было ограничителя на частоту кадров и на быстрых компьютерах где она была там 1000 поиск пути просто работать переставал вот на медленных компьютерах работает на быстрых не работает вот и когда мы вот эту взаимосвязь поняли все-таки смогли это попиксить но тоже просто ровно день сутки сидели просто и искали думали тестировали ничего не могли понять что происходит ну и таких историй можно бесконечно продолжать давайте еще какие-нибудь вопросы ну есть для этого всякие конференции где можно ходить показывать свою игру и смотреть кому она понравится ну вот будет дэвгам в минске вот на него вся надежда но в любом случае если не дэвгам конференции идут каждый год там члене каждый месяц так что будем ходить искать давай ну вот прямо здесь тут перед выступлением шел шел раз два энтузиаста стоят я сразу контакт вот здесь энтузиасты на практике на практике искал энтузиастов трех местах на форуме хорошо откликнулись программисты с художниками как-то плохо но в целом людей мало потому что я сам даже не знаю какие люди сейчас сидят на форумах но в принципе этот вопрос не исследовал вторая волна энтузиастов была с помощью онлайнера онлайнер писал про первую часть этой фонарки когда она вышла ну как бы игра по мотивам кризиса они сейчас где у них был проект онлайнер перезагрузка где они писали про бизнесменов и вот про меня как молодого стартапера и на онлайнере как раз мы кинули клич это же откликнулось много народу ну вот надо в интернете где-то бросать клич там где его прочитают на тематических форумах можно звонить в школу художников если нужны художники в общем везде надо искать опять-таки ходить на такие мероприятия и на мероприятиях тоже с панарёвым вот мы такие рассказывать про себя вот мы такие такие нам нужно такие такие люди давай программирование какие нужны навыки для программирования чтобы попасть в проект от такого однозначного ответа нету потому что все зависит от проекта от того что за игра там гипер-кэжуал или наоборот какая-нибудь там хардкор мморпг на чем она делается там unity unreal engine там свой движок или что-то такое это все специфика вот конкретного проекта но одно могу сказать для того чтобы попасть в геймдев надо самому делать игры или искать людей которые делать игры и как-то вот искать точки входа ну искать значит какой-то если совсем нет опыта то начинающую команду и учиться в процессе если команда не находится тогда делать игру самому изучать вот какой-то выбрать движок и в нем начать смотреть туториал начать что-то делать свое даже если это до игры не удастся докатить все равно это будет опыт вот наш программист в общем то который с нами работал в начале он именно такой самоучка он сам что-то что-то ковырял и понял что в рамках команды шансы добежать до финала выше пожалуйста а а а а а а а а а Да, первый вопрос. Нужен ли нам кто-то в капитал? Ну и поскольку я сам энтузиаст и начинал с энтузиастом, то моя принципиальная позиция, что я готов дать шанс каждому, кто изъявит желание участвовать в проекте. Так что подходите после встречи, пообщаемся, обменяемся информацией и обсудим, как можно участвовать в этом проекте. Второй вопрос. Как мы договаривались с участниками команды, решали конфликтные ситуации? Ну я немножко касался об этом на лекции, но разовью. Вот был у нас человек, который активно и агрессивно очень продвигал свои идеи, которые к нашей игре совершенно не подходили. Как бы у нас игра топ-даун шутер, ну такой достаточно легкий, игра простая, без заморочек. А он фанат Диабло, и он такой, давай квесты делать, давай там рукопашный бой, давай вообще сделаем зомби, зачем тут это люди, город, сделаем там нормальный клон Диабло, короче говоря. Приходилось с ним очень долго общаться, обсуждать, как бы разъяснять, что из себя представляет игра. Но тем не менее, многие из тех идей, которые он приносил, вот давай сделаем это. Часть из них, конечно, пришлось убирать, ну потому что игра как бы про типа GTA, переделывать ее в игру про зомби, ну это нельзя делать. Как вот сейчас я понимаю, что как альтернативу можно было, например, может быть одного врага добавить в виде зомби, что если ты типа там в костюме там хэллоуинского. Но не знаю бы, порадовало бы это, в общем, этого человека или нет, но как вариант. Но тем не менее, некоторые из идей, они очень хорошо зашли в проект вопреки моим ожиданиям. То есть вот он, я уже просто на компромисс шли, давай как бы я твою идею делаю, а ты делаешь тогда вот это. Все договорились, вводили и оказалось, что фича-то отлично вошла и заработала. И именно этот человек придумал как раз главную фичу для мастеров Мэйхем, как поменять механику оружия. Что положить две пушки, одну на правую кнопку мыши, другую на левую. Вроде бы элементарная вещь, но именно он натолкнул меня на это решение. И это самая лучшая фича, которая у нас родилась вообще в кризисе. Не то, что иногда, а в случае с энтузиастом, и даже в случае, если вы работаете в корпорации, это нужно делать. Нужно учиться слушать людей и самому надумать, как вот эти идеи адаптировать в проект. В этом и заключается методика брейншторма. Что как бы люди говорят вроде бы то, что не подходит с первого взгляда, но они вас наводят на какую-то другую мысль, связанную с этой. И если вот тут вот там подрезать, тут там подполировать, то оказывается, что фича вот в таком виде и в таком ракурсе, она уже вполне себе годная, а иногда даже и классная оказывается. Я хотел задать вопрос про новую игру. Вы, я рекомендую, вы делаете серьезную ставку на этот проект. Не находитесь ли вы рискованным делать, ну, точно одну из первых серьезных игр в жанре экстракетии, которые сейчас, ну, прибывают на огромный взгляд в не самом расцвете, сейчас более популярные, менее напряженные в плане разума игры. И вообще, как вы смотрите на это? Вопрос понятен. Ведь свое видение особое, которое вы думаете, ныне с этим жанром. Да, почему мы решили делать именно капитал? Вот тут есть стратегия. Мы инди-разработчики, и мы не можем конкурировать с мейнстримом. Сейчас вот самый там последний тренд это гипер-кэжуал. На мобилках выходят там простейшие игры, там змейка какая-нибудь, леталка, в общем. Они выходят там десятками, если не сотнями в день. Ну и шанс, что твоя гипер-кэжуал игра окажется заметным на этом фоне, он ничтожно мал. Поэтому нам надо искать свою нишу. Экономические стратегии это как раз ниша. Конечно, она не массовая эта фича. Но поэтому там ниже конкуренция. На мейнстриме просто твою игру трудно будет сделать заметной. А когда там выходит раз в полгода, выходит всего лишь одна стратегия, то на нее сразу внимание. Любители экономической стратегии, возрадуйтесь, тут на вашей улице праздник. То есть для того, чтобы сделать успешную игру, у нее должно быть понятно, как ее можно будет продвигать. То есть если это просто очередной топ-даун шутер ни о чем, то готовьтесь к тому, что про нее будут говорить, ну просто еще какая-то игра там. Ну ее, в общем, никто про нее ничего писать не будет. Здесь у нас есть как бы фишка. Вот наш слоган экономическая стратегия песочница о классовой борьбе. Что за классовая борьба? Стратегия песочница понятна. А что за классовая борьба? Ну как минимум вызывает любопытство как бы. Надо бы узнать вообще. И там это как бы крючочек, который может паблишер использовать для продвижения. Да, это как бы игра большая. Она в разы больше, чем наши предыдущие игры. Но я уже говорил, что если делать маленькие игры, то маленький шанс, что она выстрелит. Ну и вот ты сделал игру, она что-то заработала. Пока ты делал следующую маленькую игру, старая, уже про нее все забыли. И можно всю жизнь делать маленькие игры. Вот грянет гром там, окажусь перед вратами царствия небесного. И мне там спросят, ну что Андрей, что ты сделал в жизни своей? Скажу, ну что сделал? Дэли бонус сделал на работе, там монетизацию повышал. И вот еще стоит уфэнерки 1, 2, 3, 4. Потом что-то не пошло дальше, бросил. Как-то неловко. Уж лучше это попробуй, жахну в общем. Ну я верю, что у капитала есть потенциал для того, чтобы его можно было раскрутить. А значит все будет зависеть от реализации. Вот если мы сделаем прототип, если мы добежим до финала, мы сможем этой игрой удивить. И вот над этим мы сейчас работаем. Это очень интересная и сложная творческая задача. Именно то, что нужно для энергичного человека. Спасибо огромное, Андрей. К сожалению, у нас ограничено время. Я вынуждена вас немножко... Всем спасибо, песочница! Эли, готовились! Эли! 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 Продолжение следует...